Смотрите, я думаю, сейчас пока это информационный накат идет. Не более того, и все про то, что Россия куда-то пойдет, что-то возьмет. Ну, если бы могла взять, она бы сейчас брала. Логично. Ну, а Авдееву вам кто мешает взять? Ну, попробуйте. Я то же самое слышал перед Купинском. Почему эта информация сегодня воспринимается острее? Я объясню, потому что есть проблемы с финансированием Украины, военной помощью, которая задерживается из Соединенных Штатов. И пресса создает атмосферу, в которой вроде как, ну, есть опасность, что действительно воодушевляясь самоуверенно, Москва, ну, Путин, вот мы слышим же, как он об этом комментирует, говорит. Вот они, говорит, потеряли инициативу в связи с Контрансуэмом. Вся инициатива перешла вооруженной силой России. И вот мы там, то да и все, пятый, двадцатый, вы придурки. Ну, вот мы слышали его цитаты. Поэтому, видимо, видимо, так сказать, пока это все несерьезно. Потому что если бы за этим была какая-то подготовка большого масштабного наступления, то, наверное, это было более бы неожиданно и более бы эффективно. А то, что происходит, ну, на понятных нам направлениях, все-таки, ну, линию фронта мы... Я вот ее все объехал, да, я не был только в Авдеевке, будем так говорить. Это от Купинска до Херсона, посмотрите, я был везде. Не, ну, я помню, что вы хотели туда, но сказали... Ну, меня не пустили, да. Сказали, что фиги могут прибить, нам за тебя отвечать и как бы... Ну, вроде как мне обещают, но посмотрим. Это еще такое, знаете, все. Там целую процедуру надо пройти. И я лишний раз еще раз говорю, что тех, кто получает аккредитацию в ВСУ, а у меня на аккредитацию дважды уже выдавалось, те, кто едет на фронт в Украине на прифронтовые города, их проверяют Гурмоу, их проверяет СБУ, их проверяют вплоть до визу получить, чтобы в Украину, по моим документам, тебя проверяют вне зависимости от... Вот, еще раз об этом говорю, проверяют полностью, не агент ли ты российских спецслужб, понимаете? Давайте-то я добавлю, а мне ее, например, не дают, потому что я не в том месте работаю. Ну, это другой вопрос, у вас там свои политические дела, а я-то что? Вот, но мне ее давали не просто так. Да, 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 все серьезно, проверка серьезная, так и есть. Ну, а как по-другому? У меня и телефоны прослушивали, у меня их скачивали. Ну, такая обстановка в Украине, понимаете? Всех надо проверять, таков порядок. Таков порядок, и ничего ты с ним не сделаешь, война идет, понимаете? Вот, но возвращаясь к тому, о чем мы говорили, проехав эту линию фронта, я не вынес вывода, что фронт может дрогнуть. Проблемы могут быть, и я их скорее вижу, может быть, Москва сейчас размышляет, а чтобы нам не попробовать снова напасть где-нибудь туда, Сумы, Чернигов и так далее, я не исключаю этого. Какое-то неожиданное направление, там, из Белгорода на Харьков, они это обсуждают. Чем это чревато и так далее, ну, просто это снимет все ограничить. Тогда представьте, что с Белгорода будет? Сколько туда дронов и ракет полетит. Народу перебито будет нормально, это же не в первый раз, как заходили. Поэтому стоит сто раз подумать, куда война вкатится, она может вкатиться на территории Российской Федерации. Ну, я не знаю, какие там обсуждения, я же не присутствую при них. Но то, что линия обороны достаточно крепкая, а это доказывает то, что кроме Маринки, которые утюжили, 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 я уж не знаю, сколько извели сотен тысяч снарядов, они ее забрали. Но так я не вижу, чтобы вот так взять и куда-то двинуть в Херсонской, Запорожской, одновременно области и так далее. При том, что силы какие-то накоплены, ну, вот, пожалуйста, попробуйте коксовый комбинат в Авдельхе взять. Возьмите, ну, что, давайте посмотрим. Притом тяжелые, запеклые бои, тяжелая ситуация, да, очень тяжелая. Но они не могут этого сделать, понимаете? Их не пугают, что, конечно, и плохо. Потери. Что они готовы терять десятки тысяч людей, чего Украина себе позволить не может. Да, она тоже их теряет, но она теряет вынужденно, потому что деваться некуда. А что делать? Конечно, это бы сильно помогло вооружение, которое бы дополнительно получила Украина. Тогда кратно меньше бы погибло украинских солдат. Это упрек за гибель живых людей, которые защищаются, они никуда-никуда не ходят в чужие страны, в чужие пределы. Но еще раз подчеркиваю, что это вообще не означает, что, собственно говоря, у Москвы есть хорошие перспективы на сегодняшний момент, на сегодняшнюю минуту начать большую наступательную операцию и добиться успеха. Пока я этого не вижу. Знаете, что странно, когда вы цитируете слова военного преступника Путина о том, что, значит, инициатива перешла к российской армии. Ну, окей, но мы ведь помним, что обороняться немножечко, чуть-чуть как бы проще, чем наступать. Это две большие разницы. Во-первых, а во-вторых, Украина была в обороне в тот момент, когда мы освобождали Харьковскую область, когда мы освобождали Херсон в том числе. То есть все-таки мы выходили из обороны. Поэтому я бы тут как бы на его месте сильно бы хвост не задирала. В то же время CNN нам говорит, уже ссылаясь на свои источники, что западные разведки просчитывают или подсчитывают, что война в Украине продлится еще не менее двух лет, а, возможно, они говорят даже пять. И тут, знаете, когда я читала эту новость, я подумала, подождите, очень странно сформулировано. Это означает, что западные страны позволят войне длиться еще два года, а, быть может, пять, потому что все убытки, все последствия, они разделяются в разных долях, в разном смысле, потому что одни платят деньгами, другие платят жизнями. На россиян наплевать, Путин ни с чем не считается. И тут возникает вопрос, а с чем же, на что тогда они настраиваются? Мы и так, знаете, как из сухой тряпки выдавливаем всю эту западную поддержку. Америку вы уже вспомнили, но есть благо Германии, есть Франция. Тем не менее, значит, пять лет, вы пять лет будете это тянуть, или как вы себе это представляете, дорогие западные разведки? Смотрите, как прогнозы о долговременности войны, они основаны, что понятно, на комбинации факторов военных и политических. Потому что, во-первых, война затяжная считается выгодной Москве, выгодной России. Хотя вот у меня вчера был специалист в области экономики, производства военного. Это не так очевидно, это не самоочевидная вещь совершенно. Потому что потери там тоже очень-очень ощутимые. Поэтому с этим тоже надо считаться. Начнем с этого. Значит, есть большая проблема с, скажем так, политическими выборами в Соединенных Штатах. Это сильно влияет, потому что препирательство республиканцев и демократов влияет впрямую, будем прямо говорить, впрямую влияет на реализацию помощи военной Украине. То есть, непонятно, почему Украина должна стать заложницей, кто станет президентом в ноябре этого года. Это тоже влияет на позицию спецслужб, которые оценивают перспективу продолжительной войны. И третий, не менее важный фактор, они исходят из того, ну а что, с 2014 года же война, в линии разделения ООС, она же шла, ну почему бы даже при такой интенсивности и с протяженностью, такой, которая сложилась на сегодняшний день фронта, она не может идти и 2, и 3, и 5 лет. Тогда не было беженцев в таком количестве за границу, тогда не было финансовых издержек. Да, нет, конечно, ситуация, это понятно, полномасштабный конфликт или ограниченный. То есть, нет, ну это очевидно, другой вопрос. А есть ли у Запада эти инструменты, чтобы с этим справиться, чтобы ускорить окончание конфликта? Ответ – да. Конечно, есть. Передайте в необходимом количестве те вооружения, которыми вы обладаете. Передайте новые виды вооружения, там, не знаю, ракеты, летающие на тысячу километров или на полторы тысячи. Вот это будет новым фактором или нет, если до Москвы может долететь ракета? Как Москва будет реагировать? Ну, хороший же вопрос, правильно? То есть, ну, может, да, может, нет, но погодите, но есть такие виды вооружений передать. А они еще не сподобились, а такомцы на 300 километров передать. Ну, мы не знаем об этом, так сказать. И по 16-м, вот уже январь заканчивается, а где они эти 16-е? Наверное, есть, наверное, нет. То есть, пока мы официальных заявлений не слышим, только какая-то отрывочная телеграфная информация. Но если бы это все поступило, так сказать, можно говорить о том, что это бы дало ощутимый результат? Конечно бы. Конечно бы дало. Ну, а как воевать без вооружений? Война же не терпит вот этих всех проблем. Кто там останется? Трамп, Байден там и так далее. То есть, а войне-то какое дело? Она продолжается и продолжает. Солдаты гибнут. Снаряды летят, патроны летят. Ну, ну, как бы вопрос все тот же. Запад должен определиться. Хочет он этой затяжной войны с теми издержками, с теми опасностями, которые она несет, в том числе и геополитическими. Я утверждаю, что события 7 октября в Южном Израиле прямое следствие затяжного конфликта в Украине. Прямое следствие. Вот если бы в 22-м году закончилась бы война, ну, там, в конце года или в начале 23-го года, то и событий 7 октября с высокой степенью вероятности бы не было. Для них не было бы стимула, понимаете? В том числе, ну, не только военного, там, какой военный, ограниченный участок, на котором воюют, собственно говоря, Цахал и Хамас. А не было бы вот этого геополитического большого фактора, который разделил, собственно говоря, исламский мир и Запад в отношении, в том числе и теперь Украины. Исламскому миру теперь все равно. Ну, а это же ваш западный союзник, Израиль, теперь воюет в Хамас и так далее. Ну, не все, конечно. Кто-то изображает эту поддержку, как страны Персидского залива, возмущаясь, так сказать, агрессии Израиля. Но, тем не менее, эта бинарность, она разделила тех, кто был однозначен в поддержке, собственно говоря, Украины. Понимаете? Вдруг возникли вопросы, а что это мы, раз Запад поддержит там Израиль, то мы должны поддерживать Украину как часть западного ареала. Ну, это же искусственно вызванный вопрос. Ведь вот мой тезис о том, что это выгодно Москве, он как раз и заключается в возможности разделения вот этой единой позиции Запада на тех, кто, ну, понятно, выступает против Израиля, а значит, это экстраполируется на Украину. В какой-то степени, конечно. В какой-то степени. И получается еще эта экстраполяция в пользу Путина. Тоже Хамас, это союзники Путина. Вот кто-то скажет, это, знаете, не так однозначно. Как не однозначно, они сегодня опять в Москве с Богданом этим антисемитом встречают замминистра. Ну, погодите, ну, а с чего Украине-то поддерживать Хамас, если они ездят к своим союзникам? Вот я все время задаю этот вопрос. Почему Украина-то должна их поддерживать? Они с Путиным, эти против Путина, так извините. А как тогда? Какими мерками мерить? Вот нет, вот здесь надо поддерживать Украину против Путина, а там надо поддерживать Путина против Израиля. Ну, извините, это не работает так. Друг моего друга, враг моего врага, ну и так далее. По этой формуле, которую мы много раз обсуждали. Поэтому, на самом деле, я считаю, что Запад сам провоцирует теперь дождаться конфликта. Там, не знаю, на Тайване, Межсердной, Южнокорее, ну и так далее. Там много факторов напряжения в разных точках. Понимаете? С Ираном. Ну вот, если длить и длить эти конфликты, то они, знаете, как, стилизуют мир под такой тип решения проблем геополитических и политических, и внутренних, и разных. Что раз война это допустимый инструмент, раньше, как говорится, нет, ну что, война, она да исключена, мы создаем новый мир, в котором международное право заменяет войну и неразрешимые конфликты путем переговоров, компромиссов и правил, которые универсальны. И где, покажите мне это, где это, к чего вы добились, где это работает, где ваш ООН? Что-то как-то ничего не видно из этого. Вот так. То, знаете, во-первых, сегодня концерн, который производят немецкие ракеты «Таурус», они сказали, что мы как бы готовы, дайте нам заказ, и мы все сделаем необходимое для Украины, но у меня есть, в общем, сейчас доказательства того, что западный мир, он болен биполярным расстройством, к сожалению, да, сейчас мы говорим о том, к чему можно готовиться в тех опасностях, да, сколько может эта война продолжаться. А дальше то, чего сейчас западный мир больше всего боится. Но перед этим, друзья, как всегда, мы сделаем такой небольшой пит-стоп для того, чтобы перевести дыхание, для того, чтобы вам напомнить о том, что крайне важно, мы о серьезных вещах говорим, которые касаются как Украины, так и что происходит за нашими пределами. Не забывайте оставлять нам лайк, не забывайте обязательно подписываться на YouTube-канал «Фейгенлайф Курбанова Лайф», для нас это всегда очень ценно. Но еще мы вам предлагаем некую идею, как люди, которые находящиеся в Европе, могут с пользой и с интересом провести свои февральские дни, точнее, очень конкретную февральскую субботу. 24 февраля мы будем в Берлине с интересным, необычным, в крайней мере, для меня, для Марка более знакомым форматом встреча такая, с людьми, которые придут на наше выступление. Все это будет происходить вечером 24 числа, билеты уже в свободном доступе, билеты еще есть, и мы призываем всех тех, кто проживает в Германии, проживает в Берлине. Ну и если вы недалеко, или наоборот, просто очень мобильный, легкий, на подъем, обязательно запланировать себе это мероприятие и присоединиться к нему. Я уверена, что это будет и интересно, и полезно в две стороны, как нам, людям, работающим с информацией, так и нашему зрителю, который эту информацию потребляет. Да? Да, я поддержу, потому что там, я боюсь соврать, под 400 билетов, по-моему, продано, я боюсь соврать, может, плюс-минус, наверное, поменьше. Половина где-то, да? Где-то половина, да. То есть нам, конечно, важно, ну так они как-то вот углом, я вот сейчас смотрю на карту билетную, там как-то так треугольником люди берут билеты, самые дешевые, там вот 20 евро, 24 евро, 29 евро, вообще много билетов, 39 евро. То есть вполне можно себе позвать приподъемную сумму для Европы. Я почему призываю все-таки сказать, ну ладно, это живое общение, это возможность прямого обмена, если хотите, вплоть до тактильного. Вот. Нас, кстати, с вами уже поженили. Ален, вы знаете, что вы за меня замуж выходите там на мероприятие? Вы прямо в Берлине? Я потом пошутить там по ту, взять что-нибудь такое. Ну, такое, знаете, ну, как бы, так сказать, добиться интриги некоторой. Я, знаете, я когда это вижу, я, конечно, ликую, потому что, значит, от дикой ненависти, да, уберите эту Курбанову, верните там у второго человека, до свадьбы прошло несколько месяцев. Ну, видите как, прогресс-то есть, есть прогресс-то, вот он, вот. Но в любом случае я хочу сказать, что приходите, мы, конечно, не про свадьбу, мы про вообще важные темы и политические, и другие, и поэтому для зрителей это представляет интерес, поскольку в этом, ну, какой-то есть и новый формат. Вообще редко блогеры вот так, и даже журналисты собирают такие залы, аудитории, напрямую говорят со своими зрителями. Мне кажется, это, в принципе, интересно. То, как у меня прошло выступление в Толярее, сейчас предстоит 27 января в Нью-Йорке, мне кажется, это формат очень приемлемый, так что обязательно пройдите по ссылке, я думаю, Константин разместит ее здесь в описании к видео, разместит ее в чате, и, соответственно, вот она сейчас на экране, пройдите по ссылке, купите эти билетики, и я обещаю вам, что будет очень и очень интересно. Да, но я возвращаюсь к тому, что я сказала, биполярное расстройство у Европейского Союза, у Западного мира, значит, я думаю, что, ну, как какой-то из, или какие-то из самых ценных билетов можно придержать для представителей Кабинета Министров Германии, им тоже было бы неплохо послушать то, о чем мы говорим, о тех опасностях, которые стоят в том числе как перед Украиной, так и перед Западным миром. Значит, во-первых, министр обороны, которому пророчат должность канцлера Германии Писториус, он говорит о том, что Россия может напасть на страны НАТО уже через 5-8 лет. Тут снова, это как вот информация про и наступление на Киев летом, и война в течение пяти лет, то есть, ну, всегда хочется сказать, 5-8 лет, вы прямо уверены, что и Путин будет, и Россия, и армия, и так далее. Тем не менее, параллельно с этим президент Швейцарии говорит, ну, если у нас будет заседание по формуле мира, давайте позовем Россию. Правда, давайте позовем, спросим у Лаврова, так через 5 и через 8, или через 3, или 2, как говорят балтийские страны, ну, просто, чтобы знать, к чему готовятся. Да, ну, и Роб Бауэр, который представляет военный комитет НАТО, он призывает гражданское население Запада, в принципе, быть готовым, да, осознавать, что может быть тотальная война, что может быть действительно нападение России. И мы снова с вами возвращаемся в точку того, так, а где Таурусы? Ну, 5-8 лет, вы либо защищаете Берлин и все остальное, где мы будем с вами выступать 24 февраля, либо тогда просто скажите, мы их держим, чтобы сами отстреливаться. Я не могу понять, как они эту информацию используют практично. Вот смотрите, во-первых, по поводу Таурусов проголосовал Бундестаг, и отказал поставлять их Украине решением своим. Возможно, это временное решение, оно еще может преодолеться, но это странно. Это странно, потому что, вот смотрите, поймайте мою логику, они сейчас активно обсуждают изменения тактики и стратегии в отношении угроз со стороны Москвы. Совершенно справедливо. Помните, звучал там анализ сначала 6-10 лет, потом из Варшавы раздался, что не 3 года, сейчас вот этот генерал говорит о том, что вот-вот готовьтесь. Ну, погодите, ну, по этой логике. Хорошо, вы готовитесь, вы укрепляете там Эстония какие-то, бункеры что-то заливают бетоном, еще что-то. Да, но ведь вы поймите, если вы не поможете Украине, Москве, тогда вообще не останется другого шанса, кроме как на вас напасть. Потому что она получит такой кусок территории и такой плацдарм для того, чтобы ворваться, там, не знаю, в страны Балтии, Польшу и так далее, которые, ну, для того, чтобы защититься, вам понадобится на порядки, на множество порядков больше усилий потратить. Нежели то, что вы сейчас даже при большом напряжении, я не спорю, но передаете Украине, дабы оттянуть, а то и вообще отменить эту угрозу со стороны Москвы. Но это же логично. Поэтому первичным здесь должно быть поддержка уже того, кто воюет. Не тот, кто будет потом воевать, но...